здравствуйте уважаемые любители рок-музыки очередной репортаж нашей дачи с экологически чистого огородика под названием мечта интеллигента по которой очень хорошо удобно ходить и срезать урожай и сажать сегодня будем готовить мировой закусон это капуста с морковочкой и солью а вот она родная берем этот качанчик вот он красавчик а незаменимый продукт как и картоха каких хлеб помните русскую поговорку без хлеба мужик сыт не будет а без капусты щей не будет но без капусты еще и других блюд не будет все-таки в русской кухне очень много разных кулебяки пироги с капустой капустняки тушеная капуста чего только не делают с капустой великолепный продукт особенно когда он экологически чистый как у нас на даче никаких химикатов только навоз а это мой защитник руся на улице прям бросили двух щенков но одного мы забрали вот смотрите вырос такая красавица прям великолепная за морковочка идем в сарай за экологически чистой пойдемте вот он заветный сарайчик где морковочка хранится и тыквочка но мы за морковкой вот тут она возьмем вот таких три штуки хватит крупненьких видите сладкая пробовал уже великолепная морковочка кухонька первое что будем делать а коронавирус нас всех приучил гигиена моемся хорошо у нас даже есть специально щёточка чтобы мыть ее для овощей на ну и конечно же ее надо почистить теперь приступаем капусте просто убираем верхние листья и все аккуратненько все вот это пойдет у нас поросятка на кор тут безотходное производство а вот эту красавицу мы будем сейчас квасить на крупную терочку чтобы она подхрустывала вместе с капустой я понимаю прекрасно любого городского жителя который знает что на базаре же стоит намного дешевле что нет смысла экономического выращивать у себя на даче овощи они стоят недорого но зато это экологически чистая продукция все морковочка готова достаточно теперь приступаем к основному продукту вот и это мы и будем сейчас шинковать готова сюда и морковочки теперь начинаю все перемешивать на 3 литровую банку надо где-то чуть больше ложки крупной соли но по ходу дела все равно пробовать чтобы не пересолить и буду мешать и вы не пробовать и заодно буду ее придавливать чтобы она уже начинала пускать сок в этом году у нас капуста прекрасная потому что лето было дождливым а капуста жена воду пьет как лошадь как говорят гидротехники а я же инженер гидротехники поэтому при расчете полива овощей гидротехник любой знает эмилиратор что больше всего воды надо давать капусте ну и народная мудрость подтверждает выводы гидротехников эмилиратор капуста любит воду до хорошую погоду достаточно соли больше не высыпать по соли аныса вот эту капусту мы погружаем и ставим ее специально на тарелку почему мы ставим на тарелку потому что когда капуста сейчас начнет квасится и начнет выходить сок и он начнет вытекать и поэтому чтобы он не растекался там по столу или по полу то он вытекает на вот эту тарелочку слили и поставили опять после того как буду слили надо обязательно взять ножом и проделать вот такие отверстия чтобы она дышала и продолжала выдавать сок и все через два дня капуста будет готова после того как все эти процедуры проделали мы накрываем это крышечкой не закрываем а просто прикрываем от пыли и ставим в теплое место на два дня через два дня она по сути дела будет готова только после этого ее уже плотно закрываем и ставим какое-нибудь холодное место вчера была прекрасная погода шел дождь было пасмурно и тепло прекрасно было а сегодня погода еще лучше сегодня солнышко вы знаете у природы нет плохой погоды есть плохая одежда поэтому сегодня самые интересные комментарии я решил почитать здесь в этой беседочке у пруда беседочка называется место встречи изменить нельзя вот под походом в арт-центр питерский некто андрей иванович 2020 пишет смешно когда посредственность во всем рассуждает о культуре человек выдающийся только животом рассуждает о том о чем понятия не имеет отвечаю живот у меня точно симпатичный всем неудачникам на зависть мой живот он все попробовал вина еды различной давно он неудачникам покоя не дают но андрей иванович не останавливается он отвечает как всегда примитивно рифмой ритм пошли за животом чему тут завидовать одышке импотенции утиной походке или глупости ему продать тут ответил один наш почитатель леон золото зависть тебя раздела до конца ну а потом уже ответил и я мы обсудили с животом ваш комментарий и пришли к выводу не ели вы давно поесть вам надо или съест вас зависть вместе со злобою сожрут мозги и печень заодно а вот под рок-клубом некто мокрый волк пишет ни разу не слушал рок но прикольно отвечаю это удивительный факт на самом деле вы шутите наверное это невозможно жить в нашем мире и не слышать рок если с другой планеты вы к там прибыли то срочно бросайте все за битл слушайте ну или из led zeppelin black dog под клипом издалека пун крок музыка прекрасная но вокала как такового нет это больше похоже на new metal лимбицкит или плеймо а по смыслу вообще похоже на шансон клип сделан из стоковых видео но инструментальная часть мне нравится отвечаю но если стал похож я на лимбицкит значит не зря я целый год пахал будем над повышением кондиции работать дальше улучшать вокал но тут появляется некто стоун термита и вылазит наш разговор лимбицкит серьезно такое ощущение что я попал в какой-то сюрреализм вместо вокальных партий разговорная речь практически без эмоциональная тяжелая музыка ускакала от вас на добрую сотню световых лет вы не делаете ничего нового тексты наивные простые но еще как-то что-то а все остальное просто мимо начиная с названия это когда не могут придумать название для шашлычки и называют у ашота вы ржавчина на стальной поверхности рок-музыки я впитал рок с молоком матери для меня музыка особенно тяжелая много значит жизни а вы делаете из нее посмешище ну и еще тут он на пупца я уже все зачитывать не буду я ему сразу отвечу смотрю серьезный вы товарищ как термит и в музыке как стоун вы сечете я смотрю и в аварономии вы крепко на ногах стоите страшно подумать что еще под силу русскому богатырю то есть я расшевелил термитник хейтерский это великолепно привет вам стоун термит а вот положительный комментарий под анонсом жизнь конечно изменилась наталья соколова обожаю гитару и все что с ней связано ждем клип отвечаю я полюбил ее в девятом классе но долго без ответной страсть моя была я пальцы в кровь стирал она же говорила здрасте опять не те аккорды ты нажал только потом после мучительных стараний стала мне отвечать взаимностью она надеюсь догадались вы что говорю я о гитаре она моей любовью самой первой было до свидания друзья до следующих встреч в воскресенье следующая а я всю будущую неделю буду выбирать самый интересный комментарий поэтому старайтесь пишите изобретательно и положительные и всякие интересные отзывы всем привет из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер Волощу Волощу Волощу